МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Вячеслав Селезнёв и Ангелина Губайдулина. Сегодня о выпуске. В эгриме почтили память воинов-афганцев. Фронтальный диктант на хантыском, мансийском, а также ненецком языках написали Берёзовым. В эгриме в очередной раз разыгран престижный кубок имени Александра Ноктева. Об этом и многом другом смотрите далее и прямо сейчас. По доброй традиции в конце декабря каждого уходящего года на территории Берёзовского района проходил конкурс «Новогоднее настроение». Основная цель, помимо придания празднично-эстетического облика здания, создание новогоднего настроения у жителей-гостей муниципалитета. В конкурсе могли принять участие как трудовые коллективы различных предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели, так и жители, занимающиеся новогодним оформлением витрин и парадных подъездов. Итоги конкурса были подведены на очередном аппаратном совещании в администрации муниципального образования. В 2018 году было зарегистрировано 28 участников из 7 населённых пунктов, 16 из Игрима, Сарампауле, Приполярного манзитора, Сосьвы и Тек, 12 из районного центра. В номинации «Лучший среди юридических лиц» диплом первой степени получил детский сад «Кораблик». В размере 7,5 тысяч рублей, но не такой большой призовой фонд, но я думаю, что всё равно ощутил, правда, 42 фигуры. Также в этой номинации были отмечены работники Берёзовской школы-интерната и детсада «Камарик» из Хулимсунта. Победителями же среди физических лиц стали Татьяна Пакина и Ирина Семичастных из Сосьвы. В Игриме почтили память воинов-афганцев. В феврале исполнилось 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан. В честь этой даты был проведён митинг памяти, к которому присоединились десятки гримчан. С ветеранами боевых действий пообщался наш корреспондент Оксана Дятлова. Дата проведения Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание афганской войны, которая продлилась почти 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. И гримчане в этот день собрались возле памятника, который недавно был установлен в память о земляках, воинах-интернационалистах и участниках локальных военных конфликтов. Он появился в Игриме благодаря инициативе Всероссийской организации «Боевое братство». Всего же через боевые действия на территории других стран, а это Чечня, Сирия, Египет, Афганистан, прошло 85 жителей Игрима. Это молодые парни, мужчины, несколько лет своей жизни отдавшие воинскому долгу и отчизне. И не все они вернулись домой живыми и здоровыми. Через афганскую войну, так все привыкли называть трагические события, растянувшиеся на 10 долгих лет, прошло 12 игримчан. Сейчас эти люди живут и работают рядом с нами. И Афганистан стал для них далеким, но все же живым и достаточно тяжелым воспоминанием. В Новый год мы верили в Афганистан. И в этом же году был ранен. И отправлен в Союз. Жизнь как жизнь. Ездили, блокировали по горам, боевали. Нормально все было. На митинге игримчане вспоминали своего земляка Николая Кухаря, который погиб в Афганистане в 1988 году, когда ему было всего 20 лет. На здании школы номер один прикреплена мемориальная доска с надписью. В этой школе учился воин-интернационалист Николай Кухарь. Награжден орденом Красного Знамени посмертно. Почтим минутой молчания воинов, погибших в войне Афганистана. Почтим минутой молчания. У нас-то уже прошло не 30, а больше. Я служил 84-2 года. У меня уже 36 лет. Ну, в общем-то, и не жалеем. Вот все ребята разговариваем. Все равно воспоминаний очень много. Постепенно, все дальше и дальше отдаляемся мы от тех дней. И кто бы что ни говорил и ни писал, а советские воины покидали Афганистан с чувством выполненного долга. Оксана Диатлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение Березова, Игрим. Конец февраля отмечен в календаре как Международный день родного языка. В этот период в Югре проводится образовательная акция «Фронтальный диктант» на хантыском, мансийском, а также ненецком языках. Инициатором мероприятия в 2015 году выступил Обско-Угорский институт прикладных исследований и разработок. А в 2016-м к акции присоединилось и наше муниципальное образование. О том, как прошел «Фронтальный диктант» в районном центре, смотрите в нашем следующем материале. В отделе прикладного творчества и национальных культур Березовского районного дома культуры многолюдно, как никогда. Березяне разных возрастов студенты и уже работающие жители, умудренные опытом пенсионеры. Причина встречи – ежегодная акция «Фронтальный диктант». В Березово образовательное мероприятие проводится с 2016 года. По традиции участники напишут текст под диктовку на хантыском и мансийском языках. Язык наших родителей, пусть будет в нашем сердце, в наших мыслях. Если дети наши, внуки, внучки будут говорить на родном языке, то наш язык никогда не исчезнет. Родные языки для коренных жителей, проживающих на территории Березовского района – хантыский и мансийский. Именно на них для участников диктанта был переведен текст мансийской писательницы Матрёны Вахрушевой на берегу Малой Юконды. Организатор – Обско-Угорский институт прикладных исследований и разработок. Для чего мы проводим этот диктант? Во-первых, чтобы заинтересовать наших коренных людей, для сохранения наших родных языков, ну и для популяризации. Вообще, большое внимание у нас также получил этот фронтальный диктант также и за границей. У нас пишут и в Венгрии, и в Германии. Также пишут, на сегодня 12 часов, все практически, кто участвует, они сели писать диктант. Также вот мы здесь, в нашем районе. Масштаб акций на территории муниципалитета практически все поселения. В Березово диктант на родном языке написали 20 жителей. Оценки выставляются на месте. Далее сводный протокол отправляют в Ханты-Мансийск. Стоит отметить, что в среднем березяне справились с задачей и написали. Фронтальный диктант на хорошо и отлично. Станислав Лельхов, Александр Елисеев, авторское телевидение «Березова». В игриме в очередной раз разыгран престижный кубок имени Александра Ноктева. 15-й по счету юбилейный турнир по хоккею с шайбой среди детских команд традиционно проходил на ледовой арене «Айсберг». На этот раз за победу боролись 9 команд из Тюмени, Игрима, Няга, Неприобье и поселка Перегребное. На спортивном шоу, которое посетило более 2000 болельщиков, побывала и наша съемочная группа. Вот уже 15 лет подряд Игрим становится центром детского хоккейного движения. В последнее время кубок Александра Ноктева приобрел статус открытого регионального турнира. И это большая честь для местного хоккейного сообщества. Эта спортивная традиция продолжает жить, несмотря на мнение скептиков. Я, например, очень рад проведению этого шоу спортивного, хоккейного. И рад то, что я появился в Игриме опять. Это 15-й юбилейный турнир. А помните, мы с вами были, когда говорили, О, два проведут и закончится. Команда прогрессирует то, что турнир 15-й. Мы хотели привести с Атарстана команду, с моей родиной. Но пока турнир охватывает близлежащие регионы. И это уже большая победа. На этот раз приехали разновозрастные сборные из Тюмени, Приобья, Перегребного и города Нягань. Болельщики забрались задолго до торжественного открытия турнира. Многие пришли целыми семьями. Юные игроки также в волнении, в предвкушении борьбы, поскольку каждая команда мечтает заполучить престижный кубок в копилку своих побед. И вот он, торжественный момент открытия. Так здорово, когда есть традиции, когда эти традиции сохраняются. Эти традиции, они основаны на взаимопонимании, на хорошем, спортивном, в таком состязании. Я практически тоже каждый год смотрю, смотрю как команды наших победящих. И это очень здорово. То есть, в Беллине, какие есть, и то, что к нам приезжают гости из Тюмени, так далеко, и в Волгоманге Тюмени. Спасибо вам большое. Наши соседи, Иняки, и Приобья. Это, ну, просто замечательно. Я хочу поправить всех с очередным праздником спорта. А еще годный турнир имени Александра Ивановича Новсева стал действительно большим спортивным праздником в Березовском районе. Хочется пожелать вам только добра, здоровья. Достигайте успехов. Будь вам всем чемпионами. С праздником, друзья! Организаторы, как всегда, постарались сделать церемонию открытия в виде красочного шоу. Тут и показательные выступления фигуристов, и группа чирлидинга, и, конечно же, уже полюбившиеся юные барабанщики. А на большом экране главное лицо турнира. Его основатель, идейный вдохновитель Александр Иванович Ногтев. Именно он в свое время, когда еще не было ледового дворца, не даже простого уличного корта, собрал группу ребят. Это был далекий 1977 год. Сколотил команду и начал их тренировать. Так в игриме зародился детский хоккей. И этот вид спорта остается одним из самых прогрессивных до сих пор. На этот раз было разыграно сразу два кубка. В двух возрастных категориях. Трехдневный хоккейный марафон открыли юные хоккеисты 2008-2009 годов рождения. Игры шли по круговой системе. И у начинающих хоккеистов удача оказалась на стороне Тюменского рубина. Серебро досталось игримской команде «Айсберг». Третье место заняли хоккеисты из Перегребного. Третье место у нас команда «Перегребная». Впервые залезли в призы. Оборудовали «Нягонь» по забитым шайбам. На четвертом месте у нас «Нягонь». И пятое место у нас это «Приоби». Ну, в принципе, ровные детские команды. Только этот возраст начинает у нас по «Золотой шайбе» в этом году играть. Это первые игры этих детей. Думаю, что на следующий год уже другое будет хоккея у этого возраста. Когда на лед вышли старшие команды, сразу почувствовался совсем другой темп, класс игры. Ну и накал страстей тоже получился гораздо напряженнее. Во время схваток соперники теряли не только самообладание, но и клюшки. Не обошлось без травм, но, к счастью, никто серьезно не пострадал. Самая напряженная игра сложилась в финале между «Игримским айсбергом» и «Тюменским рубином». Начался второй период. Игримские хоккеисты оправдали надежды своих болельщиков и вновь стали обладателями кубка имени Александра Ноктева. Лучшими бомбардирами турнира стали Никита Крыгин из Тюмени и игримчанин Даниил Будко. Лучшими защитниками признаны Матвей Бранцкевич, команда «Айсберг» и Глеб Бояркин из «Рубина». Самыми надежными защитниками ворот себя показали вратари обеих игримских команд – Станислав Зверев и Глеб Горлач. Ну а самыми результативными нападающими стали Ярослав Егоров из команды «Сибиряк» и тюменец Владимир Еникеев. Приз зрительских симпатий достался новичкам – хоккеистам из «Приобия» команде «Норд-Оп». Александр Иванович, каким вы видите турнир дальше? Каким вам хочется, чтобы он был дальше, дальше и дальше? Я хочу, чтобы больше команд было. Вот единственное мое желание – больше и география расширилась. Не только это в Хантамансийске было, а в округе, а в целом по России. Дай Бог, дай Бог, дай Бог, чтобы получил… Как у нас татары говорят – «Айбат, айбат, айбат». Да, да, да. Хорошо, хорошо. Оксана Диатлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение «Березова» и «Грим». В «Гриме» совершили очередное путешествие во времени на фестивале ретро-песни «Хит и эпох». Этот песенный конкурс проводится третий год подряд и уже превратился в добрую культурную традицию. На ретро-марафоне с удовольствием побывала и наша съемочная группа. Мы с огромной радостью приветствуем вас на третьем фестивале ретро-песни «Хиты эпох». И как поется в известной песне, на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Ну и также на нашем фестивале, по иронии судьбы, мужчины оказались редкостью. И поэтому право открыть наш фестиваль предоставляется Александру Хомичу. Встречайте! Открыл третий фестиваль один из самых талантливых и творческих жителей городского поселения «Грим» бессменный директор местного дома культуры Александр Васильевич Хомич. Он известен местной публике не только как гитарист, хороший исполнитель и аранжировщик, но и как автор собственных песен. Поэтому ему выпала честь открывать этот концерт, создав определенную атмосферу и ностальгии. Этот фестиваль все ждали с нетерпением, к нему готовились. Заявки стали поступать задолго до объявленной даты. И неудивительно, ведь здесь можно выступить практически с любым репертуаром, будь то советские шлягеры или современные рок-хиты. Музыка Музыка В качестве артистов себя попробовали люди совершенно разных профессий. Это медики Игримской районной больницы, воспитатели детского сада «Рябинушка», спортивные тренера, социальные педагоги, библиотекари и многие другие. Это любители. Понимаете, у них песни звучат от души. Не профессионалы, не научные. Они поют от души так, как они ее чувствуют, песни. И, естественно, отклик в зале находит такое исполнение. Приятно, что много молодежи выступает и поют песни тех лет, далеких там 60-х, 80-х лет. Это здорово, да, это очень приятно. Они, правда, хорошие песни были. Вообще, эта идея мне очень нравится. И я, честно говоря, в большом восторге, с огромной благодарностью к Игримскому Дому культуры и к руководству Игримского поселения Тамаре Сане Грудо и предыдущему руководителю за то, что этот фестиваль приобрел свою жизнь именно в Игриме. Знаете, в Березово такой фестиваль не получается у нас. А вот в Игриме он расширяется, он увеличивает своих, так скажем, участников. У меня из Березово участники уже сюда приезжают с огромным удовольствием. Я так понимаю, насколько вот отслеживаю вот этот фестиваль. Участников у вас с каждым годом все больше и больше. И выступления все профессиональные. И действительно, с каждым годом участников становится все больше. Этот фестиваль привлекает внимание артистов из других поселков. На этот раз присоединились национальный поселок Ванзитор и деревня Нижний Нарыкары. Дом культуры нас пригласил принять участие в конкурс. Ну это же конкурс. Решили приехать, засиделись дома. Стали честно сотрудничать с Домом культуры. И они к нам приезжают в гости. Мы решили первый раз приехали сюда в гости. Ну решили здесь попробовать свои силы. А как вам идея вот этого фестиваля, именно хит-эпох, такой вот ретро-музыки? Мне кажется, что замечательная идея, потому что все равно все песни старые, они на слуху, всем знакомые. И мне кажется, более интересные. Сейчас основной контингент зрителей в зале, да, все-таки люди среднего возраста, за 30, за 40. Может быть и пенсионного возраста. Им это, наверное, еще более интересно. А что вы будете исполнять? Я буду исполнять песню «Ведьма-речка» из кинофильма «Чародеи». В жару и сушу жгучу, чтоб не было беды. Не пей ни в коем случае, ты ветреной воды. Не зря тут распрядано, на пиву и не пей. И ты ее заклятывай, не пей, не пей, не пей, не пей. Порадовали местную публику и артисты из районного центра. Для молодого коллектива «Гранд-квартет» – это первый выход на игримскую сцену. Конечно, было много волнений, но ребятам удалось зажечь зал с первых же аккордов всеми любимой песни. Дело в том, что наш коллектив немножечко поменялся в этом году. И вкусы немножечко тоже поменялись, коллектив стал более молодой. Но, несмотря на это, хорошая музыка ретро, она, я думаю, всегда модная, всегда актуальная. И вот мы подобрали одну такую лирическую песню, а одну, я думаю, что это будет мантра сегодняшнего дня, что мы желаем счастья всем, кто будет на этом фестивале. И, надо сказать, мантра «Пожелание счастья» сработала. Почти трехчасовой ретро-марафон пролетел незаметно и для артистов, и для зрительской аудитории. Этот фестиваль дал возможность в очередной раз оценить творческий потенциал наших земляков и дал понять, что затея – это замечательное и нужное. Спасибо вам большое за великолепный вообще вечер. Еще раз говорю, ну, знаете, душа прямо отдохнула, настроение замечательное. Какие люди классные у нас вообще в Игриме. Поэтому спасибо вам большое. Не жалею, что живу по-моему, я как придется. Только верю, что когда-нибудь в один из дней все вернется. Обязательно опять вернется и погода, и надежда, и тепло друзей. Я помню давно, учили меня отец мой и мать. Лечить, так лечить, любить, так любить, гулять, так гулять, стрелять, так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать, так летать, я им помажу рукой. Вот так и мы, вся студия авторского телевидения Березова, благодарим за внимание и прощаемся с вами, уважаемый наш преданный зритель. Оксана Дятлова, Дмитрий Неттин, с любовью и надеждой на будущие встречи. Авторское телевидение Березова, Игрим. Это был заключительный для нас выпуск новостей, во всяком случае, как мы предполагаем в данном формате. АТВ Березова. Современность, вероятно, ставшая историей. События, люди, явления. То, без чего невозможно представить настоящее и будущее. Все, что мы видели, ощущали, сопереживали вместе с вами, мы старались донести до вас как можно оперативнее и достовернее. Коллектив авторского телевидения Березова хочет попрощаться с вами. И по традиции мы говорим. Увидимся. И до новых встреч. Да, блин, печально. Реально печально. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. С нами память сидит устала, А в руке ее пламя свечи. Ты такой хорошей была, Посмотри на меня, не молчи. Крики, чайки на белой стене, А кольцованы черной луной. Нарисуй что-нибудь на окне И шепни на прощанье рекой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Две мечты до печали стакан. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести. До свидания, друг, и прощай. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. О-о-о-о-о-о-о-о... О-о-о-о-о-о-о... О-о-о-о-о... О-о-о-о-о... О-о-о-о... 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 О-о-о... О-о-о-о... О-о-о-о... Субтитры подогнал «Симон»